Друзья, товарищи, братья, сёстры. Я вот хотел, что рассказать в сегодняшнем ролике. Остаётся после запекания птица мясо, но у меня сегодня индейка. Просто вот такая вот офигенно классная грудка. Целиком, вот с этой стороны она вот такая. Целиком я запекал индейку, значит, ссылка будет внизу в описании. Индейку не доели, осталась грудка. Что с ней делать на завтра? На завтра она ещё вкуснее, чем вчера. Что касательно индейки, о диетических способностях вы наверняка уже знаете. Если не знаете, внизу будет описание. Инстаграм, ребят, кто производит индейку, кто её мне присылает. И, в общем, там можно найти и адреса магазинов, и регионы, в которые они поставляют. Ну, мало ли, там для вас сибиряки, или там для вас иркутяне, новосибирцы. Скоро обещались быть в Москве, но пока что вот ещё не пришли. В общем, там всё про индейку, чем она славится, чем полезна, и всё-всё-всё, это всё в описании. Можно было бы из этой грудки сделать салат, а можно было бы её добавить в суп. В суп-пюре, например. Или сварить на бульоне какой-нибудь простейший супец, например, щи из свежей капусты. Потом это всё порубить и уже в тарелку накидать. Можно было бы её нарезать и испечь вместе с ней пирог, сделать запеканку. Превратить в начинку, прокрутив через мясорубку с жареным луком и завернув в тесто, превратить в растягайчики с индейкой. А я буду делать сегодня простое такое, знаете, с итальянским акцентом блюдо. Вителла Таната. Ну, только не Вителла Таната, да, Вителла Таната в переводе означает буквально как телятина в тунце. То у меня будет Инделла Таната. Не знаю, как по-итальянски будет индейка, но у меня вот Индея Таната. В общем, сейчас в наше время много всевозможных видов тартара. Несмотря на то, что тартар всё-таки это мясо, блюдо, вернее, делается из мяса, то ничего страшного, если мы, например, сделаем Вителла Таната и будем использовать индейку. Для того, чтобы сделать Вителла Таната, нам нужен соус из тунца. Тунец у меня вот здесь в банке. Это тунец кусочками в собственном соку. Только он скумбриевидный. Видите, такой он как похож на сайру с чёрненькими полосками. Это скумбриевидный тунец, он немножко дешевле, чем обычный тунец. Но смотрите, лучше покупать в прозрачных банках, чтобы было видно, что там внутри. По сути, ну вот по сути своей, соус Таната это тунец плюс оливковое масло. Но мы пошли немножечко дальше, вперёд. И, значит, ряд поваров используют майонез для того, чтобы сделать структуру этого соуса более однородной. Значит, я использую яйцо, отварное яйцо. Очень хорошо к нему подходит. И использую четверть, четверть луковицы красной. Да, главное, чтобы шелуха здесь никакая не попадала. Четверти, но много не надо. Добавите много сырого лука, будет горчить. Режем это всё произвольно тут, да, помочь нужно блендеру. Ну, обязательно сюда нужно добавить сок лимона. Ну, как тунец у нас без лимона. Ну, такой должен быть. Вот, сколько здесь, дай бог. Одна четвёртая или даже одна пятая лимона ушла на производство соуса. Это же великолепно. А теперь оливковое масло. Оливковое масло льём небольшое количество, иначе будет горько. И добавляем сюда масло растительное. Правильно, вы всё правильно поняли. Для того, чтобы не было горько. Теперь пеппер, пеппер. Чёрный пеппер обязательно. Так, вот обильно-обильно чёрный пеппер. Соли. Да, соли, может, и не надо. Закрыли. Он. Тю. Значит, что-то не так. Нет. Ну-ка, вот так возьмём. Верхняя крышка открыта. Ай, а тут нет датчика никакого. Не пойму я. Вот тут дырка. Вот тут датчик. Он перекрываться должен вот этой штукой. А-а-а. Вот так он должен быть. Опа. А, шайтан-машина. Хрен там. Ну вот он. Вот так. Открытый. А вот так закрытый. Таетит, колотит. Ну да. Просто я шнур не тот втыкаю. Ну вот оно что. Михалыч. Шнур я не тот. Воткнул. Ну-ка. О! Шайтан-машина заработала. Так, включаем на минимальные обороты. Превращаем всё в однородную массу. Майонез из культа. ну что ж я думаю этого достаточно перфекта об масса получилась однородная красивая замечательная о чем помидорчики черри добавим в блюдо здесь есть два маленьких нам нужна тарелочка чтобы из нее не вытекала ничего там это не то здесь это не так это маленькая сделаем в классическую плоскую тарелку и так у нас остается дело за малым соус из тумца у нас выливается вот сюда тарелку смотрите он получился довольно однородный довольно однородный и я бы даже сказал вкусный супер супер вкусный значит блюдо традиционно подают в такой плоской тарелки но должно быть поле для того чтобы сделать подложку дальше понадобится тончайший нож значит грудку мы режем давайте начнем отсюда филейным ножичком начнем обрезать 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 ну так вот перевернем ее и начнем резать в эту сторону вот она тоненькими кусочками индейка нас попадает в ранг свободолюбивых птиц и сейчас отправиться с нами вместе с вами вместе на праздничный стол соус делается быстро значит не нужно бояться не всяких страшных слов кусочки нежной индейки которые у нас отправляются прямиком соус так наша запеченная индейка правильно запеченная индейка совместно соусом то нато превращается произведение искусства эх вот она можно взять любое длинное блюдо например для рыбы залить его соусом и выложить нарезанную индейку для девочек это закуска под вино а для мальчиков это закуска под водочку или граб по можно да можно значит туда можно даже его с красненьким хорошо получится в общем в любом случае как закуска во первых быстро делается во вторых ну это реально вкусная вещь реально вкусная вещь итальянцы бы так за нее не переживали будь она не такая интересная и вкусная теперь нужно сюда добавить несколько каперсов на веточки вещица очень занятное то что вы видели в предыду в прошлых сериях каперсы которые я использовал это были каперсы которые являются цветами потом когда цветы отцветают образуются плоды вот это плоды каперсов вот эти семечками но их называют каперсы с хвостиком значит если хвостик обрезать то можно поставить их вот таким образом оставляйте всегда хвостик чтобы им было удобно за него удобно было брать и в рот отправлять попки от каперсов выкидывать нельзя так теперь немножко ну какая у меня листва богатая я бы даже сказал такая но без ножниц не обойтись да где же мелкие то листочки на украшение их ботву мне отдали осталось добавить паприки немножко для цвета черного перчика до осталось добавить для такого мусоришки немножко и пару таких знаете кусочков лука потому что лук у нас есть в соусе ну и почему бы нам его не используют на украшение вещица занятная все вот такое праздничное блюдо готово так наверное она будет лучше праздничное блюдо готово вот так вот прям раз однако вот говядина для этого не подойдет почему использовали телятину итальянцы у телятины нет такого яркого вкуса баранина не особо а вот индейка подходит для соуса виттелло тонату и соус к ней идеально запеченная индейка целиком да если не просаливать грудка получается не соленая а соус соленый и все вместе еще и с каперсами да я вам хочу сказать что после вчерашней запеченной индейки все гости которые пришли к вам на следующий день например поправить свое здоровье они не просто оценят эту закуску они вам скажут спасибо ну а вы напишите мне типа спасибо василий намекнул дал вспомнить что есть такое прекрасное и всем известное блюдо с новым годом дорогие друзья пока